Приехали в Миргород, подъехали к курорту, оставили машину перед ним. В мире существует очень мало городов, в названии которых отражено стремление людей к миру. И Миргород один из таких. Еще один это Иерусалим, кстати. И сегодня я на этом не просто так делаю акцент. Ведь в прошлом году мы с вами видели, к чему приводит война. И я по-настоящему мечтаю, чтобы все города в нашей стране были мирными. У меня детство связано с этим местом, потому что мы с папой ездили несколько лет подряд сюда отдыхать. И всей семьей ездили, и отдельно с ним. Но это было так давно, я думаю, что пару фоточек я найду и вам покажу, насколько я был молод, юн и молод. И я вообще практически ничего не помню. Я помню, что я здесь научился в бадминтон хорошо играть, потому что здесь реально крутые корты были на то время. Но вот таких вот дорожек, это пешеходные зоны, здесь явно не было. И могу вам сказать, что сам городок, ну он как обычный город. Ты едешь очень долго по частному сектору. И, кстати, процентов 50 из этих домиков они сдаются. Это то, что я еще помню. Потому что это настоящий курорт, действующий, большой, и люди сюда ездят отдыхать. Для меня это вообще такое место, как пример, что курортные зоны надо развивать. И Миргород хороший пример тем, что это и так действующий курорт. Он уже достаточно облагорожен. Но сюда надо просто больше денег, как мне кажется, вливать. Хотя, я же говорю, я еще не прошелся. Может здесь и так уже все хорошо. Я сейчас вижу, здесь очень приятно. Почему? Потому что недалеко от Киева уже рабочее место. Причем не просто какая-то территория выбрана. Здесь в 1912 году были обнаружены минеральные воды. И именно из-за этого здесь был в 1920 году курорт построен. Вот он и работает по сей день. Ну, понятно, его модернизировали. Я надеюсь, что у нас получится зайти в водички попробовать. Это один из корпусов для отдыха. Я прям помню, как мы жили в таких местах, там комнатки. Каждое утро выходили на пляж, шли завтракать, шли в бювет. В общем, разные активности здесь были связаны с оздоровлением, с отдыхом. Каждый вечер, как сейчас помню, у нас была спортивная активность. Родители очень сильно любили в бадминтон играть. Кстати, бадминтон это очень травматичный вид спорта, как бы ни казалось. Потому что ты постоянно находишься в движении, такие резкие движения. Вперед-назад можно ахилл порвать. Это распространенная проблема. Прикольное место, честно говоря. То есть, здесь такой вот именно отдых, как мне нравится. Не прям постоянный пляж, а есть чем заняться и недалеко от Киева. Здесь, как на югах, честно говоря, растения такие. Кстати, очень ухожено все. Вот это меня прям радует. Такого я не ожидал. Вон бювет, мы сейчас туда зайдем. Но мне очень нравится вот эта стена из мозаики. Посмотрите, как она хорошо сохранена. И прям контрастная, яркая. Наверное, ее как-то реставрировали, наверное. Но вряд ли она вот так бы сохранилась хорошо. Конечно же, курорт здесь не только на минеральной воде держится. Здесь река Харол. И мы к ней тоже обязательно подойдем. А вот здесь относительно недавно открыли музыкальный фонтан. Он за решеточкой, наверное, чтобы цветы не топтали. В 2010 году открыт. Здесь, кстати, говорится о том, что это первый в Украине светомузыкальный фонтан. По воде видно, что он работает. Но, говорят, работает именно по вечерам. Появился вот такой небольшой зоопарк с птицами. Классная идея, потому что все открыто. То есть, они не чувствуют себя в какой-то неволе, мне кажется. Но при этом можно посмотреть. Детям, наверное, вообще интересно. Вот это бювет. Посмотрите, насколько красиво сделано. Я не помню, было это в детстве или нет. Но явно я тогда бы не заценил. Более того. Надо понимать, я был маленьким. И, естественно, мне пить ту водичку очень не нравилось. Для меня это было, знаете, наказание. Это как таблетки выпить. А сейчас мне прям хочется. Все-таки с возрастом меняется восприятие всего. То есть, я не хочу, потому что оздоровиться надо. Мне просто хочется. Ну, я очень радует, что, посмотрите, все реально культурненько. Здесь прямо приятно находиться. Есть ощущение, что ты по-настоящему на курорте. Хотя эта зона, она открытая. То есть, сюда прямо... Ну, ядрен батон тоже в кадр хотят попасть. Вон там тоже что-то кидают, кого-то кормят. Наверное, лебеди. А ну, надо посмотреть. Красиво. И особенно, наверное, классно, когда фонтаны эти работают. Но, наверное, это по вечерам происходит. А нас здесь вечером уже не будет. Посмотрите, даже вот эта локация, кстати, черепашки есть. Насколько приятная. Мостик есть. Вот этот ставочек. 3,50 стоит попробовать. А для посетителей курорта бесплатно. Ну, то есть, они уже заплатили. И здесь вот есть кнопочки. 100 грамм, 150, 200, 250. Это холодная вода. А дальше идет теплая. Тут 4 санатория. Это Харол, Полтава, Миргород и Березовый Гай. И интересно то, что курорту уже 100 лет исполнилось. Уже более 100 лет. И на годовщину вот эту большую его какая-то организация международная признала лучшим лечебным курортом в мире. Здесь очень много оборудования есть. Можно действительно вылечиться от многих болячек. Я, честно говоря, слава богу, не знаю, что это такое. Но оборудование здесь современное, как говорят. Там австрийское, японское. То есть, это не такое, знаете, просто постсоветское что-то, что доживает. Здесь я прямо сейчас хожу и вижу, что, ну, очень приятно. Я бы уже, наверное, дорос до того возраста, что я бы сюда просто приехал отдохнуть, погулять. Иногда мозг кипит от работы. И хочется вот просто вот такого спокойствия. Но пойдем посмотрим, что еще изменилось. Вот я хожу, и у меня был основной вопрос. Появились ли в номерах кондиционеры? И да, друзья, вот я вижу корпус, один из корпусов. В номерах есть кондиционеры. Наверное, не во всех. Наверное, просто за доплату ты выбираешь номер с кондиционером. Но я бы точно именно на таком останавливался. И вы знаете, я рассчитывал, что здесь будет вообще пусто. Потому что, ну, вот ровно сейчас 12-10 дней. Здесь тенек, несмотря на палящее солнце, практически везде можно найти. И становится реально комфортно находиться. Посмотрите, сколько растительности. И березовой, и хвойной, и лиственной всякой. Каштанов очень много. И некоторые даже я вижу экзотические какие-то растения. В общем, мне реально очень нравится. Я, честно говоря, думал, что я сюда приеду как в проездную точку. То есть мы еще в Диканьку поедем сегодня. Но я практически был уверен, что я заеду, посмотрю, уеду. И, наверное, главный месседж, который хотелось донести, это то, что здесь самое большое... Сейчас прозвучит интересно. Велосипедное комьюнити в Украине такое трушное. Это настоящие бабушки, дедушки, которые всю жизнь ездили на велосипедах. И продолжают это делать. Здесь просто это основной вид транспорта. Здесь очень много велосипедов. И даже за зоной курорта мы только заехали. Начались велосипедные дорожки и слева, и справа. Хорошо отделенные, обозначены знаками везде, размеченные. И ими пользуются велосипедисты. То есть здесь прямо это правильно сделано. Причем, еще раз повторюсь, по обе стороны дороги автомобильной. Я был удивлен. Мы уже вернулись, и я хотел бы дописать небольшую вставочку, потому что в Миргороде продолжает развиваться велодвижуха. И там уже большое количество существующих неплохих велосипедных дорожек, которые мы показывали, доделывают новой велоинфраструктурой. И причем, что очень необычно для Украины, их покрывают специальным красным покрытием. Это очень сильно влияет психологически на водителей. И самое главное, привлекает внимание. Соответственно, велосипедистам передвигаться становится безопаснее. В общем, то, что там происходит по велосипедной части, меня реально радует. Спортивные корты здесь по расписанию, как и раньше. Причем, бадминтон и теннис 17.00. Но раньше, в принципе, не надо, потому что очень жарко. И посмотрите, крутые корты и баскетбольные, и волейбольные. Вон там еще для большого тенниса. Вот бадминтон. Я не знаю, как сейчас, но раньше это были лучшие бадминтонные корты в Украине. С правильным покрытием, разметочкой, их несколько. Блин, хочется поиграть. Настольный теннис, вон столы стоят. Набережной вот такой здесь явно не было, я не помню. Здесь можно и катамараны, и лодочки взять. Это было. И сейчас можно пойти покататься. Но вот смотрите, сделали прямо хорошо. То есть, наверное, какая-то-то была вот такая бетонная. Но освежили прямо прекрасно. И аллейки здесь на втором уровне. Я очень рад за Миргород, за этот курорт. Я думал, что его уже и не существует, или он в каком-то таком состоянии. Нет. Вот река Харол. Там пляж. Сейчас к пляжу подойдем. Но мне кажется, и активности уже достаточно. Один вечер можно спортом заняться, в бадминтон, к примеру, поиграть. Второй там на лодочке или на катамаране на закате походить по Харолу. Причем здесь катамараны такие, что сзади можно целой компанией быть. Ну то есть, если семьей из четырех человек, как у нас пойти, то можно понырять, к примеру, попрыгать с него. Даже мост через Харол. Посмотрите, какой пешеходный. И освещение здесь есть, и растительность какая-то. И плитка все уложена, ухожена. И с той стороны тоже какая-то набережная я вижу. Мельница, курорт Миргород. Ну да, эта набережная такая, чуть-чуть попроще. До нее еще реконструкция не дошла. Перешли через Харол на другой берег. И посмотрите. Ну и здесь красиво, какая-то площадь. Там детская площадка есть. И таблички, по которым вы можете понять, куда сходить. А это выход или вход из курорта в город. Вот, собственно, то, что на входе вы видите. Обычный город, хотя весьма, как по мне, ухоженный. А это Успенский собор в Миргороде. Очень красиво выглядящий. Строить церковь начали аж в 1648 году. Но она была деревянной изначально. И где-то в 1800 каком-то году сгорела. В 1880 началось ее восстановление. И что интересно, как я сказал, в 1912 году здесь были обнаружены источники минеральных вод. В 1920 году был открыт курорт. Но строить его начали в 1914 как раз возле этого собора. То есть, по сути, именно вокруг него и от него начал расстраиваться весь этот курорт. И один из корпусов вот прямо возле этого собора. Корпус, собор. И с лицевой стороны тоже собор. И прямо здесь уже корпус курорта. Я причем наблюдаю, что некоторые корпусы здесь вообще новые. То есть, совершенно новые санатории строятся. А некоторые из старых восстанавливают. К примеру, вот этот, видите, санаторий Харолл, корпус 3. Но прямо очень свеженький. То есть, явно его недавно освежали, обшили заново. Наверное, более энергоэффективным сделали. Ну и кондиционеры, как я говорил, здесь есть. Это радует. А это памятник основателю курорта Миргородского, Зубковскому Ивану Андреевичу. Там пляж лечебный за забором для жителей курорта. Там одна аллейка, здесь вторая. Посмотрите, в лесочке. Природа очень приятная. И как-то, я же говорю, жара. Сейчас самый разгар. Даже на пляже людей мало, потому что ты просто лежишь, наверное, и сгораешь. Но здесь чувствуешь себя комфортно. Несмотря на то, что мы сейчас обвешаны всякими сумками. Все-таки за собой все свое носим. Мы, в общем, ходим, гуляем. И тут вот в определенный момент просто волна людей прошла отовсюду. И вмиг рассосалось все. Знаете, как будто массовая эвакуация случилась. Я даже на дроне пролетал только что над местом, к которому мы подходим. И там было много людей. А сейчас никого. В общем-то, я так понимаю, можно приехать отдохнуть с бассейном настоящим. Вот с таким красивым, я бы сказал, современным. С лежачками. Да, это все огорожено, не для всех. И это даже нормально, я бы сказал. Но бассейнов вот такого формата здесь точно не было раньше. Точно жара по голове бьет. Чего же все рассосались? Обед! Все пошли на обед. Честно говоря, и я бы пошел сейчас уже обедать. Но нет, мы должны работать для вас, а не обедать. Код на территорию бассейна. Я так понимаю, что с корпуса тоже можно туда попасть. Вот, можете видеть. Сейчас ровно 13.16 по этим часам. Ну, давайте посмотрим. Реально 13, ну, только что 17. А, точно, уже 17. Смотрите. Класс! Рабочие солнечные часы. В общем, за 100% я или в этом корпусе, или в том жил. Родители в комментариях напишут. Санаторий Миргород. У меня прям вот что-то булькает в голове, я вспоминаю. А здесь за забором, походу, продолжается какая-то реконструкция. Наверное, будет и та часть освежаться. Кстати, очень мало строительных здесь таких вот территорий. То есть, практически все готово, практически все введено в эксплуатацию. И достаточно выглядит хорошо. Могли бы и вот так прийти оттуда, и оттуда очень большая территория. И главное, что меня очень радует, что нет такого, только в центре плитка, а все остальное, ну такое старое, плиты, асфальт разрушенный, все переложено. Ты ходишь и наслаждаешься везде. И вот мостик, который ведет в Березовую рощу. На этой стороне, через пешеходный мостик мы перешли, и начинается большой ландшафтный парк Березовая роща. Березовый гай. И опять же, это зона, где ты можешь прийти, подышать чистым воздухом, отдохнуть. Этот Березовый гай очень большой, я вам скажу. Здесь есть и инфраструктура, и дорожки бетонные, и тропинки. Все это размечено, лавочки есть. И большое количество информации, вот можете на входе прямо узнать. Причем есть и река Харол, и ставок на территории. На этом ставке можно рыбу ловить, и даже есть отдельный стенд с информацией для рыбаков. К примеру, некоторые виды рыб можно только до 5 килограмм забирать с собой. А, к примеру, щуку, оконь и так далее, без ограничений. Признаюсь вам, я не ожидал. Я думал заехать в Ниргород, посмотреть на курорт из своего детства. Пару слов сказать, потому что я был уверен, что все осталось так же, как и было. А, возможно, стало даже хуже, потому что устарело еще сильнее. Я реально немножечко прозрел. И это место, куда я бы предпочел лучше поехать, чем на вот эти вот дорогущие частные курорты. Ну, вернее, не курорты, а базы отдыха. Потому что там делать нечего. А здесь ты прямо можешь на несколько дней приехать. И это я смотрю с точки зрения просто отдохнуть. Люди-то едут сюда оздоравливаться. А я здесь вижу погулять, побегать, спортом позаниматься, покупаться. Классное место, прямо рекомендую. Мы продолжаем кататься по гуглевским местам. И сейчас мы приехали в поселок городского типа Диканька. Честно говоря, от нее я тоже ничего особо не ожидаю, если вы просто так смотрите. Конечно, если вы читали много Гоголя, то вы должны быть в восторге от этого места. Это прямо такой центр его повествований. Мы же сейчас посмотрим на интересные места в этом поселке. Где-то здесь пообедаем. Ну и, собственно, начали вот с этого собора. Это Свято-Троицкая церковь. Церковь была построена в 1780 году. И является одной из архитектурных памяток Украины. А возле церкви, вон она сверху, Дзюбинстав. И он такой полноводненький. Я вам скажу, я здесь был и ничего не изменилось, если он не стал еще более наполненным. Это радует. Здесь рыбачки сидят, поплавки видны везде. Можно пройтись, здесь дети гуляют. Есть лавочки, но такие сельские. Да, наверное, большего и не надо. Это все-таки поселок. И вот такие урны. Кстати, когда я был, ровно то же самое было. То есть их, походу, убирают регулярно. А еще Диканька это центр недавно созданной Диканьской громады. Общины или громады появились в результате децентрализации. Это реформа децентрализации, которая с 2015 года проходила. И в рамках нее вот такие регионы или территории, которые объединяются в общины, они могут принимать решения на местном уровне. Из-за этого далеко не в последнюю очередь мы уже последние несколько лет с вами общаемся. Про улучшения, которые происходят на местах. То есть мы приезжаем и говорим, вау, посмотрите, как много здесь изменилось. Раньше все было долго нетронутым. Поэтому я считаю, что это как раз таки реформа, которая принесла огромный успех. Здесь у нас остановка парк Гоголя. Мы там недалеко остановились, а здесь парк имени Гоголя. Он небольшой, но у нас как бы и населенный пункт небольшой. Тем не менее, есть какая-то детская площадка, лавочки и памятник Гоголю прямо по центру. Но вообще то, что есть даже в небольших поселках, хотя Диканька это достаточно известное место. Вот такие места отдыха это огромная победа, я считаю. Памятник установили 4 марта 52 года. Написано от благодарных жителей. Я вам скажу, в центре немало всего. Дом культуры есть. Переходим, там вон еще одно здание. Сейчас узнаем, что это. И смотрите, еще один парк. Да, его еще не привели в порядок. Я практически уверен, что это произойдет. Но насколько круто? Буквально через дорогу парк Гоголя, в котором мы только что были. Далее вот этот, то есть даже места для прогулок есть. И все это окружено достаточно старыми, красивыми историческими зданиями. А это Рада сельская. И рядом с Радой есть большой такой стенд с кучей информации про Диканьский район. Ее история, по годам много все расписано и даже до современной Диканьки. Конечно же я не буду вам советовать ехать именно в Диканьку. Хотя, ну опять же, если вы очень увлекаетесь творчеством Гоголя, для вас это будет очень интересно. Но если вы захотите себе просто необычный маршрут построить, Гоголевский маршрут, он не настолько известен и популярный. И мне кажется, как раз таки его стоит проехать. А если просто, таким как мы, вы можете съездить в Полтав, в Миргород, в Диканьку, можете в Апошню заехать. Все это, по сути, на одном пятачке. И в этих местах прямо есть что поделать. И можно провести добрую неделю. Потому что в Полтаве день-два, в Миргороде можно вообще на несколько дней там на курорте зависнуть, если заранее арендовать все. В Апошню заехать по музеям походить. Шикарные места. Вон там Николаевская церковь. И под табличкой есть целая карта туристическая Диканька. И здесь есть пивоварный став, бузьки, гайка, сиреневая роща и много всего остального. То есть даже в таком поселке городского типа есть, как видите, 16 точек интереса. И вот там, насколько я понимаю, даже есть, да, экотропа, заповедная Диканщина. Стоит отметить, что и возле одной и второй церкви, где мы были, есть QR-коды. Давайте проверим же, работают ли они. Это, как всегда, интересно. Конечно, читаться они точно должны, потому что сделаны правильно. Диканька туризм. Да, и можно посмотреть. Кочубеевские дубы, бузьки, гайки и так далее. Это Свято-Маколаевская церковь. И вот мы узнаем, что она была построена в 1794 году. Я знаю, что она очень необычная по конструкции внутри. Там сложная система двойного купола со стеклянными лепестками, которые на лето открываются. Если она открыта, мы сейчас попробуем зайти туда. Но перед этим покажу вам карту экотропы, экодорожки. Тоже, смотрите, вроде как все просто. Просто такие деревянные лавочки, как и все в Диканьке. Но оно же на самом деле сочетается с местной культурой. И вот можете посмотреть, кто здесь водится. Протяженность 3,5 километра. Если вы будете гулять, то пройдете за 2,5 часа. Это прямо отлично. И вы пройдете большую часть всех достопримечательностей по красивым местам. Купол действительно двойной. Сейчас здесь жара, а внутри прохладно. То есть там создается микроклимат из-за правильной циркуляции воздуха из-за этого. На зиму он закрывается и создает наоборот такой эффект теплицы. И там тепло становится. И опять же нашел информацию, что именно из-за такой конструкции купола Там просто нереально классная акустика. Вот сейчас там пение. И звучит действительно красиво и очень объемно. Тубам можно чуть-чуть подъехать. А дальше все правильно перегорожено. Я считаю, что так и должно быть, чтобы слишком умные не заезжали куда нельзя. И здесь вот бетонные плиты. Заходик. И пошел трейл пешеходный. Пешеходный, велосипедный, кто уже как хочет. Сейчас посмотрим на кочебеевские дубы. Дубы здесь уже сразу на входе, огорожены такими пенечками. А дальше они в заборчиках больше и больше становятся. К примеру, вот такой, который уже и вдвоем обнять не получится. И здесь написано, что этот забор сделали учителя и ученики второй гимназии на пожертвования граждан Украины. И это была акция «Покажи дуб внукам». Смотрите, один дуб, он уже разваливался. Его укрепляли и симпровизировали такой домик как бы. А дальше огромный красавец стоит. Вот здесь сказано, что это природозаповедный фонд Украины. Кочебеевские дубы, охраняется законом с 64-го года. И еще один забор, который тоже построен тоже учителями и учениками, но уже другой школы. Место невероятно тихое, чистое, что удивительно. Прямо ходишь здесь и отдыхаешь. И знаете, несмотря на то, что мы снимаем, и для нас-то, ну, отчасти работа, потому что мы все-таки ездим, ищем локации, хотим вам как можно больше всего показать. Я отдыхаю, хожу. Вот места прямо замечательные. А на заборах подписаны ученики, кто устанавливал этот забор и откуда они приехали. Ну и теперь до меня дошло. Вот эти дети, которые устанавливали здесь забор с учителями, смогут потом привезти сюда своих внуков и показать, смотри, вот это я. Я когда доставил этот забор. На самом деле прекрасная инициатива. А на въезде интересная инсталляция «Узнай дерево в лесу». Кстати, сейчас можно сфотографировать детям на телефон и потом ходить и искать. На выезде из Диканьки пообедали в 5 часов дня и едем в сторону Харькова, потому что наш маршрут продолжается, и мы делаем новый виток и поедем аж за Харьков. И там много интересных мест. Касательно сегодняшней поездки, должен вам сказать, что Миргород меня удивил. Ну, наверное, неправильно говорить весь Миргород, потому что город, как я уже говорил, достаточно обычный. А вот курорт и то, как он преобразился, меня прям порадовало. Ну и Диканька – это просто классное историческое, литературное, я бы сказал, место, куда хоть и проездом, но заехать стоит и посетить места, которые мы сегодня вам показали. И если вы будете с мая по июнь, то посетите еще Сиреневую рощу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!